Вести Карачаева Черкесия 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 Архы станет курортом международного уровня Вести Карачаева Черкесия Сенаторы страны навестили бойцов в военном клиническом госпитале Министерства обороны России в Ставрополе Они привезли с собой яблоки, сладкие наборы к чаю и две тонны питьевой воды Все это военнослужащими и работникам госпиталя передали председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и сенатор от Карачачи Кейси Крым Казаноков В настоящее время в военном клиническом госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащих из разных уголков страны и этим ребятам необходимо наше внимание Просто прийти, поговорить, спросить, как дела узнать, чем мы можем помочь Мы все в долгу перед нашими защитниками поэтому стараемся всегда помогать откликаемся на запросы и знаем, что им приятно чувствовать Поддержку отметил Крым Казаноков Вместе с ним в гости к бойцам приехали и председатель Региональная общероссийская общественная организация инвалиды войны в Карачао-Черкесе Енадий Жиданов и руководители регионального отделения общественной организации гвардейская смена Олег Чесноков Они побеседовали с руководством лечебного учреждения а после посетили хирургическое отделение где пообщались с военнослужащими участниками спецоперации Планы и задачи регионального правительства на этот год обсудили на расширенной планерке Руководители министерства доложили премьер-министру республики Мурату Аргунову о проведенной работе а также подняли актуальные вопросы В частности отмечено, что на текущий год запланировано строительство четырех спортивных площадок и трех мини-стадионов Представители компетентных ведомств отметили выполнение тех заданий для разработки мастер-плана по развитию курорта Дамбай Кроме того, сейчас проводится подбор места расположения Дома молодежи в Карачао-Черкесе открытие которого запланировано на этот год Участники мероприятия также отметили, что присвоенный форуму МАХАР статус федерального теперь позволит принимать на своей площадке в Карачао-Черкесе молодежи из 30 регионов России Сказали и о том, что 9 марта состоится торжественное открытие года педагога и наставника в Карачао-Черкесе О том, что досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта и планируется обновление оборудования в местах проведения экзаменов в регионе В завершении совещания Мурат Аргунов поручил проработать вопрос восстановления прямого рейса железнодорожным транспортом по маршруту Москва-Черкеск Около полутора тысяч социальных контрактов будет заключено в текущем году с жителями республики На эти цели планируется направить более 230 миллионов рублей Ожидается, что по 343 контрактам будет оказана помощь в поиске работы Запланировано заключение более 350 соцконтрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 373 в развитии и ведении личного подсобного хозяйства и на преодоление жителями трудной жизненной ситуации 224 соцконтракта Работа по внедрению государственной социальной помощи на основании социального контракта началась на территории Карачао-Черкеси в 2021 году С этого времени заключено более 4000 контрактов Региональные власти намерены увеличить размер выплат по соцконтрактам для помощи предпринимателям и ведения личного подсобного хозяйства на 100 тысяч рублей В частности, размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности увеличат с 250 до 350 тысяч рублей а выплат для ведения личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей Система соцконтрактов подразумевает соглашение, которое заключается между малой имущей семьей или одиноко живущим гражданином и Центром соцзащиты населения По условиям такого договора государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки На базе регионального штаба мы вместе подготовлено очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции В этот раз за волонтерами выступили матери военнослужащих По словам матерей волонтеров их взаимодействие началось с обычной группы в мессенджере Благодаря всем неравнодушным получилось распространить информацию и даже связаться напрямую с матерями военнослужащих из Москвы, Уренгоя, Тамбова и Читы Кроме нужных продуктов матери сами приготовили выпечку и домашнюю еду Специалисты филиала Россети Северный Кавказ Карачаево-Черкеск Энерго приступили к подготовке энергообъектов компании к паводковому периоду 2023 года Ежегодный пик прохождения паводков в нашей республике переходится на май и июнь но готовиться к этому ответственному периоду филиал начинает уже с начала года Тему продолжит Надежда Алакаева главный специалист службы по оригинальной работе департамента по взаимодействию со СМИ Россети Северный Кавказ В этом году для защиты энергообъектов от половодия энергетикам предстоит провести до 40 противопаводковых мероприятий Это в том числе берегоукрепительные работы в зонах подтопления, опор линий электропередачи 35 кВт в Адыгехабльском и Ногайском районах Всего в зону возможного подъема уровня воды попадают около 155 энергообъектов филиала Карачаева-Черкеск Энерго расположенные в поймах 15 больших и малых рек Для принятия своевременных мер по их защите от удара большой воды в течение всего паводкового периода специалисты филиала будут вести наблюдения за переходами воздушных линий электропередачи через русло рек Также после прохождения осадка в сезон половодия энергетики будут проводить их внеплановый осмотр Все противопаводковые мероприятия в филиале координирует Центральная паводковая комиссия Для более оперативной работы и обмена информацией налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС по Карачаевой-Черкесии и местными органами власти В Карачаево-Черкесии эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу соответствует времени года Уровень заболеваемости тесно связан с сезонными погодными явлениями Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой По итогам прошлой недели превышение эпидемического порога заболеваемости среди совокупного населения не зарегистрировано но в отдельных гортах населения в частности, среди контингента 15 лет и старше наблюдается превышение на 97% В ходе мониторинга циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций которые проводит оригинальное управление Роспотребнадзора лабораторно выделены два штамма вируса гриппа группы B и 21 штамм вируса группы АH1N1 Следователем Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Прикубанского района который обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса России Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Елена Марковская Следствием установлено, что 4 октября прошлого года обвиняемый на фоне личных неприязненных отношений произвел выстрел из охотничьего ружья в область грудной клетки и живота своему зятю Пострадавший получил ранение, несовместимое с жизнью и скончался на месте происшествия Несмотря на то, что злоумышленник покинул черту города после совершения особо тяжкого преступления его местонахождение было установлено в кратчайшие сроки благодаря слаженным действиям сотрудников Республиканского управления Следственного комитета и оперативников МВД России по Карачаево-Черкесской республике Следователям первого отдела по расследованию особо важных дел полностью восстановлены события преступления которые подтверждены в ходе проверки показаний на месте допросами свидетелей и проведенными сложными судебными экспертизами Под тяжестью имеющихся доказательств обвиняемый признал свою вину Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу Решением арбитражного суда Волгоградской области удовлетворено исковое заявление прокурора Карачаево-Черкеси об истребовании муниципального имущества в виде обыкновенных именных акций из незаконного владения черкесских городских электрических сетей и распределительной сетевой компании и возврате акций в казну Черкеска Подробности у старшего помощника прокурора Карачаево-Черкеси по взаимодействию со СМИ и общественностью Елены Дармограевой Прокурорская проверка установила, что приватизация акций проведена администрацией города с нарушением закона В частности, Комитет по управлению имуществом города Черкеска без согласия уполномоченного органа, а именно Совета депутатов Черкесского городского муниципального образования, осуществляющего права собственника акций и при отсутствии в плане приватизации условия реализации акций, незаконно передал Обществу с ограниченной ответственностью Агроресурс 60% акций, а затем Обществу с ограниченной ответственностью ТамРУС 40% акций ОАО «Черкесские городские электрические сети», которые являлись объектом социального значения. Акции находились в залоге по договорам займа денежных средств у указанных предприятий. Решение суда в законную силу не вступило. Представитель Общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Джамал Тибуев поддержал пропаганду нулевой толерантности к потреблению запрещенных веществ, особенно в молодежной среде. Проблема наркомании – одна из серьезнейших проблем современности. Мы знаем, что бороться только с распространением психотропных веществ бесполезно. Если будет спрос, то всегда преступники найдут способ донести, передать наркотические вещества молодым людям, ну, наркоманам. В первую очередь, эта проблема особо актуальна в молодежной среде, так как молодые люди не всегда понимают ту ответственность, те последствия, которые они могут… употребление психотропных веществ может принести для их здоровья, какое влияние они будут оказывать на окружающих, близких своих, родных, семье. И наша задача при воспитании молодого поколения – привить им так называемую нулевую толерантность именно к употреблению психотропных веществ. Социальный фонд по Карачаево-Черкесии напоминает о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников. Если вам позвонили и представились сотрудникам социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают с НИЛС данные паспорта, номер банковской карты, ее пин-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники. Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. Специалисты социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. Если в ваш дом постучались такие незваные гости и представились работниками социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Завершился ремонт спортивных залов 6-й школы Карачаевска и лицея номер 3 из Джигуты, который проводился в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Благодаря оригинальному содействию спортивные залы получили современные условия для занятий физической культуры, в частности раздевалки, душевые, спортивный инвентарь, отопление и коммуникации. Оба спортзала находились в аварийном состоянии, с наступлением холодов занятия в них практически останавливались. Кроме того, в этом году в Карачаевске будут отремонтированы 6 спортивных залов. Одни обновятся в школе номер 3 станицы «Сторожевой», гимназии номер 4 из Джигуты, в школах села Биске, Саула-Инжи-Чишхо, поселка Мара-Аегы и села Талык. Учащиеся Карачаевске могут проверить свои знания во Всероссийской онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности. Мероприятие проходит с 1 по 31 марта на образовательной платформе УЧИРУ. Школьники первых девятых классов узнают, как разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и противостоять мошенникам. В этот раз Олимпиада включает также задания по страхованию и достижению финансовой цели. Кроме того, у учеников есть возможность попробовать себя в роли предпринимателей, начиная с открытия виртуальной компании и закупки всего необходимого, до умения работать с клиентами и выстраивания ценовой политики. Всероссийская Олимпиада по предпринимательству и финансовой грамотности набирает все большую популярность в Карачаево-Черкесии. Если в 2021 году в ней приняли участие 5 тысяч школьников республики, то в прошлом году их количество выросло почти до 9 тысяч, отметил управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. В Центре выявления поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи «Спутник» Черкеска прошла первая выставка глиняных скульптур. Авторы этих работ участники интенсивной профильной программы, что была запущена в Центре в тестовом режиме. А руководил двухнедельной программой заслуженный художник Карачаево-Черкесии Кашалий Зармамбетов. В первую очередь ко мне пришли, порисовали, полепили. Я сразу выявил, кто может лепить и кто может рисовать. Но нам нужно было много лепить, особенно на гончарном круге. Я вначале давал им одинаковое задание. Кто-то успевал за один раз, а кто-то через пять. Поэтому проверялось их терпение, усидчивость и дальше смогут ли они терпеть то, что я говорил. Вот это все совокупно продолжалось. Ну и последняя информация. По итогам состоявшегося в Ставропольском крае первенства Красногвардейского округа по кикбоксингу, спортсмены спортивной школы номер 6 Черкеска завоевали 6 золотых и 8 серебряных медалей. Кубками за лучшую технику также награждены Даниэль Априсян, Курман Хачиров, Алексей Бондарев и Вадим Остроухов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптика Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, утром в отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а в горах при порывах до 11-14 метров. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В горах минус 1 плюс 4. И в горах сохраняется лавина опасность. В Черкесии днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 10 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!